Константин, расскажи, пожалуйста, что ты сегодня собрался делать? Сегодня? Да. Привести в порядок. Привести в порядок этот прекрасный город. Ну да. Да. В котором мы прожили почти месяц. Месяц. Да, хороший город. На самом деле он нам пошел на пользу. Мы решили отплатить ему тем. Да. Называется город Клавдиво. Да. Мы всем рассказываем. Да, мы только никому не рассказывали. А мы показывали, да? Мы показывали, да. Все. И вот прекрасные люди здесь, которые живут. Хотя не так много. Живут очень много, они так много. Но слава Богу. Будем искать. Константин, как твое настроение, скажи? Блин, классное вообще. Что здесь? Я сегодня вообще если проснулся, сейчас на Бодривком, блядь. Нормально все. Не знаю, почему, конечно, блядь. Наверное, погода, блядь, тебе говорю. Да, дождь, солнце, дождь, солнце. Субботник не угнетает тебе? Вообще никак. Наоборот, блядь. Наоборот? Да. Чувствуешь себя социально полезным. Не, так серьезно. Такая же херня. Я думаю, это нужно каждому. Себя почувствовать себя социально полезным. Так как мы были социальные трутни. Ну да. И сейчас мы, наоборот, пытаемся социализироваться вот таким образом и показать людям, что мы не боимся обычной черновой работы. И она нас не съедает. Даже мы бесплатно готовы заработать. Даже радуетесь. Так что, да, вот такие вот мы парни. Себе объект спортплощадка. Так как мы здесь провели немало времени, занимались здесь. Решили отблагодарить. Решили, да, отблагодарить. Таким образом выразить свою благодарность. Собрать здесь мусор. Не знаю, вот этим мусором, что они намерены делать, смотри. Целая гора. Курсанем. Курсанем. Ехали сюда, имели 8 таблеток, не габина. А теперь имеем, блядь, мешок бутылок. Да. Мусора. Черных мусор, зеленых пластик. Надо, кстати, думать. Это все мы нашли на спортплощадке и вокруг нее. Ну да. Я, кстати, что хотел добавить. Я сам раньше, в принципе, бросал, блядь. Разную хуйню выбрасывал. И шел, бывало, вот так вот, блядь. Я теперь даже, блядь, мне кажется, бычок, если, блядь, будет у меня в руках. Или какая-то бумажка, блядь, или еще что-нибудь. Я буду его нести, искать мусорник. Это самодисциплина. Это нужно прежде всего для себя. Учить себя приучать к чистоте, своих детей учить. В этом нет ничего стеснительного. На самом-то деле, если каждый так будет делать, блядь, хотя бы по мешочку мусора собрать, у нас будет чисто. В чистоте, я думаю, намного приятнее. Хотя бы каждый пятый. Ну, я говорю, в чистоте намного приятнее, чем, блядь, в мусоре жить, блядь. Возьми, уже дома себя насыпят им очмолы, блядь. Ну шо, несем это все покажем? Ну да. То есть в машину или куда, да? Как они? Так, едем уже домой, едем в Киев. Настроение у нас бомба. Повода классная, вообще все классно. Повода классная вообще, суперская погода. Мы с самого утра сегодня поучаствовали в охранительном субботнике. Вообщественном, да? Это в общественном, да. В общественно полезном деле. Оставь это по любому, осяг. Что ты сказал, в охранительном субботнике или каком? В охранительном. А в охранительном. Тебе что, в правоохранительном? А мне кажется, в охранительном субботнике. Сначала раз, а потом начинаем, вот видишь, значит разбит уже перезавит. Ну ты не услышал просто. Короче, дача 2, блядь, скоро будет. Блядь, на самом деле, мне, блядь, я думал, будет напрягать этот режим, да? На таком легке, блядь. Сыганули, блядь, все сделали, блядь. Это очень-очень круто, да. Для себя мы это делаем, блядь, мы живем, блядь, на этой земле, блядь. Да, мы понимаем, что тут, в принципе, здесь ничего нету такого зазорного. Ну вышли, подубрались, нормальные молодые пацаны тоже выходят, девушки молодые. Мы там пообщались. Где живешь, там не срешь, там, блин, убираешь и все. Но в Киеве нас ждет еще очень много работы над собой, с собой и, блин, вообще в жизни. То есть у нас вся жизнь впереди, и мы будем показывать вам, как мы... И разбивать стереотипы. Да, все-таки мы будем разбивать, мы уже их разбиваем нормально, стереотипы. То есть кто бы там что ни говорил, но мы через себя переступили уже много-много раз. Саня, знаешь, что хотел бы добавить, вот по поводу того, что там, говорят, поедите в Киев, это то, вас там, блядь, по-любому будете колонцами и так далее. Мы такие ребята, что если мы даже в тюряге находили себе возможность употреблять и делать все, что мы хотим, поэтому стереотипы для нас, блядь, это совершенно, блядь, ну никакие идеи, блядь, ну чтобы вы так все понимали. Да, не, ну я согласен, мы, конечно, сейчас разъедемся каждый по домам, но мы не собираемся оставлять друг друга на долгое время. В детстве, я думаю, кстати, будут освещаться проблемы наркоманов, которые, блядь, вот если я нажил за эти года, которые, блядь, я вот употреблял, то есть социальные проблемы, документы, работа, блядь, общество и так далее и тому подобное. И несмотря ни на что, блядь, надо, блядь, делать это. Да, мы будем продолжать, как бы там ни было, даже если нам придется сейчас очень сложно, и даже если придется нам устраиваться на работу, и понятно, что нас не возьмут в директора. То есть, ясно, у нас будет меньше времени, но мы все равно будем находить время, снимать и показывать, и освещать, и разбивать, как мы уже повторимся еще раз, как мы уже говорили, разбивать стереотипы. У нас есть стимул, блядь, у нас есть огромный стимул, мы, вот пацаны прошли через этот весь, блядь, ну, Кумар, так называемый, ну, в какие-то моменты было сложно, какие-то... Когда назад смотришь, да? Когда назад смотришь, вообще, блин, уже и уезжать не хочется, сюда ехать не хотелось, вы вспомните лицо Костина, когда... Или посмотрите, как мы сюда ехали, посмотрите на его лицо, страх в глазах, февраль, блин, в голове, ничего не понятно, едем, холодно, приезжаем, эта хата стоит, покосившаяся, блядь, смотрим на это все, ужас. Сейчас уезж... Бля, братан, я извиняюсь, бля, просто что это, блядь, сейчас уезжаем, настолько именно настроение офигительное, жара, все зеленое, блин, вообще... Уезжать не хочется, на самом деле. Так что вот такое, вот, видите, изменчивые, вот такие вот чувства. А за бабки, ты говорил, сколько бабоку потратили? Я приеду, я взял тетрадь, блядь! А я помню сколько, да? Я тетрадь забыл, блядь, свою. Где тетрадь забыл, приеду, сутку положил гривен, блядь? Да? Да, конечно, я помню, да, я буду тебя так... Ну, короче, мы потратили здесь примерно 11,5 тысяч... 12,5 тысяч гривен, да, 11,5 тысяч гривен, вот. Это даже не Чечене прокалывал, блядь, если не почерпят, колол. Из них 5 тысяч мы потратили, это у нас были бани, были бензины, были таблетки, риосорбилакты, лирики, баллоны заправляли. То есть это то, что 5 тысяч не касаемо еды. Все остальное, вот считайте, отнимите от 11 тысяч 5, это 6,5 тысяч мы проели. Пропили кофе, блин, и всякую такую фигню. И скажу вам по-честному, что можно, в принципе, и меньшим еще обойтись. Так как мы иногда себе позволяли какие-то излишки, там, конфеты, шманфеты, там, сладости. Так как вот, особенно ребята, блин, они без этого вообще не могут. Вот, желейки, всякие шоколадочки, ну... Рыба все поела, все желейки. Да. Вот, но в принципе... Я же говорю, если даже провести аналозы, я прокалывал в месяц намного больше, чем... Ну да, прокалывал 1-15 тысяч. Это минимум? Минимум. А на троих мы потратили в месяц, чтобы спрыгнуть 11,5 тысяч. Это при том, что еще мне надо было тянуть бабу. Ну да. По-любому. Вся какие-то, что-то хавать. То есть, если так перевести в доллары, это примерно 450 долларов. Вот, вот и считайте. Мы примерно в лицо мы потратили... На месяц. По, ну там, 100 с чем-то долларов. Это меньше, чем средняя заработная плата, кстати. Да, это немного. Мы нормально и отдохнули, и вы сами видели все наши приколы. А, и в том числе и эти наши походы на кабанов. Это тоже мы сюда всчитывали все. То есть, вот так вот, по большому счету, минимальным бюджетом 100 долларов на сегодняшний момент, это не такая большая сумма в месяц потратить. То есть, это нормально. Куда я лечу, блин. На этом пока тормознемся. Ждите, едем, прячьте все. Да, ждите, еще будем вам показывать. Все круто будет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А ну, отползай, да? Хуя себе, какая она, блядь. У меня таких чувств не было, когда я после семи...